так мы мы здесь чеховском районе вот здесь под этим охрану казачок здесь прибилась собачка маленькая я на видео говорю что мы идем собачку она на мальчик клещи кружечная собака мелкий такой маленький такой маленький выходи выходи скорее давай весь клещах выходи скорее не съест он не отгрызет руку я говорю я совала аккуратно аккуратно чтобы он не побежал не бойся малыш не боюсь а вот подъехали из приюта пытаемся достать да мы здесь а вот женщина которая вот в мариновой кофточке это вот кто тоже мы не бойся надо тряпкой брать тогда и тут эту его тряпку возьми вот что и страшно что если он идет сейчас туда мы его не достанем иди сюда не бойся не бойся будете вылечить если у него пероплазмоз я не знаю я вас спрашиваю вы будете что ребенок крошечный ребенок весь в ранах непонятно какой то весь плюс клещи так что у нас желтая моча состояние сразу у нас на капельницу сейчас и пиростоп уколен какой-то он больной может поэтому его выкинули значит появился он вчера вот в этом зачатий ска этой музей появился глаз был заплывший на ногах еле стоит доброго здоровья друзья знаете иногда говорят день рождения грустный праздник конечно грустно когда тебе под 70 и когда ты думаешь каждый день о том что в любой момент можно просто шагнуть за черту в общем ребята дело не обо мне а о таких подарках которые преподносят в день рождения сегодня у меня очень горький подарок горький маленький точек измученный страшненький истощенный весь в клещах ребята весь из какой-то стертый измазанный и откуда это дитё пришло никто не знает пришел в чеховский район к музею забился под бытовку лег там и собрался умирать хорошо что его увидели хорошо что ему дали немножечко поесть и положили ему водичку и только через сутки вызвали нас сегодня 11 июля спасибо всем за поздравления и за вот этот грустный подарок я не знаю благодарить людей за это или нет но за то что дитё живо и находится сейчас у нас я благодарю бога значит мы с вами сможем спасти еще одну жизнь малыша мы пока думаем как назвать марик баксик хороший ребенок сначала был очень испуганный потом на ручках прижимается и сидит вы знаете ребята мы все время говорим о том что необходимо кастрировать животных самое страшное что когда природа зовет вот такую кроху и он срывается и убегает то в большой стае он не выживает это чудо что ребенок остался жив его могли порвать в ту же секунду как он присоединился к стае когда его позвала девочка вот это страшно я не понимаю тех которые говорят ой жалко яйца резать а жизнь его вам не жалко а то что он мучается и природа его наизнанку выворачивает и он становится нервным кусачим вам не жалко ведь вы его берете в дом одного ладно если бы он жил со своей парой тогда да не надо стерилизовать если вы хорошие заводчики и у вас есть на это разрешение и вы сохраняете породу тогда да а остальные друзья остальные сколько вот таких химер рождается мама тойчик или папа тойчик собака другой породы и потом рождается неизвестно что и она несчастная его никто брать не хочет и она бедная умирает особенно вот таких крошечных собак ну почему мы не хотим об этом думать а ведь это очень важно очень нельзя смешивать такие породы нельзя и если уж вы взяли маленькую собачку то берегите ее если вы взяли ребенка для души то один раз не пожалейте времени кастрируйте ребенка стерилизуйте девочку и она будет спокойно с вами жить 15-20 лет спокойно без нервотрепок без истерик без раздражителей потому что она с вами живет одна и как бы мы не говорили что она наш ребенок или он наш малыш природа требует свое но мы почему-то не хотим это понимать они живут так же как и мы и зов природы о размножении их зовет именно поэтому необходимо кастрация и стерилизация чтобы ваши животные ваши любимцы жили с вами спокойно пожалуйста поймите меня правильно я не хочу получать вот такие страшные горькие подарки не хочу друзья и вместо того чтобы улыбаться я я сижу и плачу всем вам доброго здоровья спасибо за горький подарок улыбаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok